Отмечать 55-ю годовщину полета человека в космос начали 9 апреля в самом звездном месте Москвы, аллеи космонавтов. Рядом с Толковским, Королевым и Гагарином появились бюсты четырем летчикам-космонавтам. Все в звании дважды Герой Советского Союза. Это Александр Александров, Валентина Лебедева, Владимир Соловьев и Светлана Савицкая. Звание дважды Герой СССР дает право на прижизненное увековечивание орденоносцев. Здесь, на этой площади, сегодня установлены четыре бюста. Бюста тем космонавтов, которые оттворяют наше золотое десятилетие космонавтики, 80-е годы. Я хочу поблагодарить всех космонавтов и поблагодарить советскую Светлану Евгеньевну. Это единственная в мире женщина, дважды Герой Советского Союза. Герой, которая показала блестящие результаты и авиационной техники. Она сумела установить многие мировые рекорды, прыгала в 17 лет из стратосферы с парашюта и сегодня блестяще отстаивает нашу космонавтику и безопасность в государственном духе. Вечером того же дня группа депутатов КПРФ во главе с Геннадием Цюгановым отправилась в Санкт-Петербург. Визит в город на Неве начался с выстрела из орудия на бастионе Петропавловской крепости. Так в Санкт-Петербурге отмечают каждый полдень. Исполнить эту давнюю традицию доверили лидеру КПРФ. У меня отец сражался на похожем орудии. Был командиром расчета, защищал Одессу, Севастополь. Был смертельно под Севастополем ранен. Его спасли, перенес пять операций. И вот спустя много лет здесь, в этот празднический день, накануне дня рождения мировой космонавтики, решили открыть эту страницу под оружейным выстрелом. 55-ю годовщину полета Гагарина в космос размахом отмечали по всей стране. В каждом городе России проводили свои праздничные мероприятия. В небо Санкт-Петербурга поднялись воздушные шары. Флэшмоб по имени Гагарин. Гагарин не только открыл космос, он доказал всей планете, что если думают о человеке труда, если думают о детях, женщинах и стариках в первую очередь, то это самое гуманное общество. И Гагарин вместе с Королёвым, Курчатым и Келышем спасли мир, создав ракетно-ядерный паритет. Он и сегодня нас с вами охраняет. Санкт-Петербургские школьники соревновались в моделях воздухоплавания. Ученики школы моделирования ракет разрешили Геннадию Зюганову самому произвести запуск. Красная ракета взмыла выше всех. Великолепно, что дети и юноши продолжают чудные традиции наших научных школ и наших выдающихся космонавтов. Хочу сказать, что Королёв, когда создавал свою семёрку, он прежде всего опирался на то, что было открыто. В атриуме комендантского дома Геннадий Зюганов познакомился с интерактивным выставочным пространством 1961-2061. Космос сквозь время. А затем провёл встречу с молодёжью после осмотра музея космонавтики Санкт-Петербурга. Задумайтесь, почему вся страна возрадовалась так же, как и в мае 1945-м. Почему, когда Крым и Севастополь вернулись в родную гавань, страна так же праздновала, как космический полёт Гагарина и великую нашу победу. Объясню вам, мы дети победы. Многие не вздумаются над этим. Мы выжили в этой истории благодаря победам. Уже в Москве 12 апреля Геннадий Зюганов вместе с другими депутатами и активистами КПРФ возложил цветы кремлёвской стене у могилы Юрия Алексеевича Гагарина. Зюганов ещё раз напомнил о неоценимом вкладе в мировую науку, который внёс первый полёт человека в космос. Я хочу вам продемонстрировать газету «Правда». Обратите внимание, 13 апреля 1961 года. Космический прорыв. Знамя Октября Ленина. Гагарин с его удивительной улыбкой. Если вы откроете и почитаете все поздравления и приветствия, вы просто ахнете. Джону Кеннеди трудно было заявить, но он первый вышел в Америке, президент США и сказал «да». Я поздравляю СССР, они обогнали нас. Мы с горечью сообщаем, что советская техника, наука оказались гораздо сильнее. Сейчас, пожалуй, нет такого жителя планеты Земля, который не слышал бы фамилию Гагарин. С тех пор в космосе побывали сотни космонавтов из разных стран мира. Но первым был он. Русский парень Юрий Гагарин. Иван Жушман, Алексей Шеляков и Николай Прокопенко. ТПРФ ТВ.